Здравствуйте всем! Настало долгожданное видео снимать про школу номер 170 и то, как она выглядит сейчас в 2018 году я сейчас, минуточку, я посмотрю запись я начинаю свой рассказ с этой самой казармы для кадетов я там не служил, так сказать бог миловал так что какие-то истории, связанные с данным учреждением, я, к сожалению, не знаю те, кто знают, пусть пишут в комментариях многие знакомые мои служили там ну, то есть, когда они были кадетами они находились вот в этом вот здании ночевали там строевая у них была все по нормам армейской жизни по уставу в общем было, но я бог миловал так что я в этой теме полный профан а тут была сейчас стела честью родины что-то там слава родине и честь никому, что ли ау вот так вот да есть такая по фиде родину защищать, но был был немножко немножко другой лозунг был хе-хе слава всем или честь никому ну честь никому я точно помню, а вот первые два строчки я к сожалению не помню но это вот детский садик вон, обратите внимание, сейчас я вам покажу вон на ту вон гору вот там он пиздились ну, в смысле, дрались и прям в каких-то метрах от от учителей ну, так как видео называется школа номер сто семьдесят две тысячи восемнадцать то я сейчас и пройду с этой самой школы вот он вот казарма в целом а вот детский сад а вон школьники идут которые учатся в этой школе да ну что ж, так как я не был в этой казарме так что мне рассказывать нечего там хотя это казарма относится к школе номер сто семьдесят а вот на этой горке я был я был, мне доводилось мне доводилось там быть там настоящие проходили боксерские боксерские вечера так сказать форма у них сейчас отвратительная все те кто нел да вот как в школьной форме в школьной форме ходят что за эти пиджаки пиджаки обратите внимание на современную молодежь вообще это отвратительно полная форма в виде говна какого-то ну они идут к школе мы тоже идем в школе вот короче там заканчивая тему детского сада вон там в той стороне была вон дырка в соборе и мы туда проникали и дрались в назидание так сказать обитателям детского садика малышам ну и вот мы подошли наконец-таки к самой непосредственно школе граффити помню всегда тут было оно вот это тот исторический спортзал и исторически для меня естественно понятное дело там много играли в футбол в баскетбол раньше в этом граффити которое присутствовало вот тут вот был хоть какой-то смысл а ну вон вижу сейчас есть смысл о спорт и мер а раньше была такая надпись я не помню содержание какая-то надпись против наркотиков была да это было это было как сейчас помню вот тут вот о я помню как мы тут на практике связали этой ванной и он спиливали деревья которые сейчас вы не можете видеть которые мы спилили а вот собственно говоря сильные выбирают спорт слабые наркотики вот тут плохо видно но я вам читаю ну и тут я помню что на уроке биологии деревья спиливали и сейчас что у нас в итоге одно деревье вот в одном ряду как бы и несколько деревьев в другом ряду и все это на все это на территории школы вот вы видите деревья ну вот оно непосредственно ох я помню помню тут тоже короче была дырка я вот оттуда шел с установки с авроры и вот ну не дырка это проход был и вот так вот прям заходил непосредственно на на территорию школы вон там он насколько я понимаю геометрия это вот тут класс лежит ванна да наша классная руководительница был по-моему вот в этот да вот в этих вот окнах но если что-то попутал то извиняйте так вот первые первые три окна второго ряда справа но я могу ошибаться нет нет не вторые не первые это английский язык вторые три четыре окна во втором ряду да а вот кеды кстати говоря до сих пор до сих пор висят значит а многие спрашивали она есть таки захвачу в ракурсе а и как сложно сделать ну ну так вот если вам не видно то я скажу висит такая проволока и на ней и на ней кеды значит и многие удивлялись зачем это кеды нужны собственно говоря ответ я нашел в интернете я погуглил и оказалось это ну не то что это примета скорее традиция в общем кеды вешают те кто покидает школу это раньше была такая традиция но даже когда я учился этой традиции уже нет а вот кеды остались до сих пор как как символ хороший примет это по-моему еще со времен СССР так было он скворечник ну-ка я все-таки кедовый ракурс возьму или нет мне интересно нет вот здесь вот вот это вот нарисовано какая-то ерундовина но но раньше это довольно было примечательное место угол тут многие кадеты курили ну не только кадеты в общем многие курили и вообще тема курева была ну не то что номер один в школе но одна из главных особенно среди кадетов безусловно у нас в классе по-моему никто не курил шибко а вот на этих вот гаражах на этих вот гаражах где там соль написана там и дальше идти во двор писали любовные записки там там типа Оля я тебя люблю Наташа я без тебя жить не могу ну и и другие из нашего класса по-моему никто не писал ну и собственно говоря заглянем безусловно сам в двор школы чего бы этого не стоило вот обратите внимание новая спортплощадка что интересно я уже как-то комментировал про это что на этой спортплощадке не могут заниматься дети из округи потому что все закрыто а ключ находится у физрука который моя мать постоянно его требует но все никак никак не получает иногда получает но вот что интересно вот синие ворота синие ворота они они сохранились но это как памятник потому что ну больше конечно сыграть футбол в одни ворота но это уже будет не то ну собственно говоря сама школа она претерпела изменения ну во-первых насколько я понимаю вот этой вот зеленой ограды не было и новое крыльцо кстати говоря баскетбольная площадка осталась нетронутым с нашего выпуска она осталась как есть сейчас вы увидите новое крыльцо безусловно вот она вот она тут на новый год вот так вот около ну там крыльцо выходит на кабинет физики и на нем вывешиваются внутри коня как в этой самой песне три белых коня декабрь январь февраль вот это вот ах солнце я не вижу ну ладно я буду надеяться что я в ракурл взял короче вот российский флаг два российских флага что там возвращается что это кабинет там директора вот эти вот два вот это вот то рупорка которая служит как в этой самой сигнализации обозвещающем о чрезвычайной ситуации когда например идет ядерная бомбежка вот эта вот сигнализация сработает то надо бежать короче в ближайший бомбоубежище но этот плакат вечно слава героям великолепной войны да не будем забывать о том что школа носит значит Зоя Космединьянский имя а вот отсюда можно да вот вот он флаг этой самой победы ну копия флага победы что интересно когда я учился такого флага не было флаг России был а это флаг Самары вон слева все понял да это флаг Самары Самарской области нет все таки города города России и знамя победы Россия короче процветает ну и стела Зоя Космединьянской также претерпела изменения когда я здесь учился здесь не было вот это 41-45 помним гордись не было вечного огня просто стояла как бы стела было написано что Зоя Космединьянская но сейчас все сейчас все изменилось изменилось вон сделали медали сделали раньше такого не было а ведь это было то всего то в двухтысячных сейчас вон кабинет моей матери сниму вот она вот он вот он ну и вот как бы современное поколение кадетов что интересно я из них вижу только молодяк куда подевались там 7 класс 8 класс 9 10 наверное где-то что-то прогуливают портрет Зоя ну вон но тут не видно в общем идем дальше много еще предстоит нам ну как много не много но предстоит нам еще парочку интересных историй вот я помню вот тут нас заставляли дергать траву но трава была необычная трава трава была необычная а это была самая настоящая конопля да и мы все дергали а вот это вот это вот это вот яблоня я помню помню но яблоки были конечно так себе у меня на даче яблоки были лучше чем здесь надо сказать говно были яблоки тоже сказать не приходится так на любителя а это ведь яблоня да многие не знают многие там проходят встречаются попустые с своими друзьями идут на уроки они знают что вот тут это яблоня вообще-то ну который сейчас правда ничего не дает из урожая это очевидно после нашего выпуска вот эта школа получается с западной страны да западная страны ну в отличие от той части которую я вам показывал практически ничего ничего не изменилось вот я помню тоже хорошо как нас в субботнике заставляли вот эту территорию чистить еще мы возмущались так как территория же не наша вот забор который ограждает как бы нашу территорию школьную от нешкольной но нет и это считается как школьная территория ну вот отвлеклись вот сейчас я чуть-чуть назад пройду вот а чтобы заснять столовую столовая самое отвратительное место в школе это факт это факт отвратительная еда ну раз что кроме волчек и компота как до сих пор вспоминаю так тошнит ужасно абсолютно никогда не питайтесь в этой столовой а это вот масонский символ да удивитесь после того как мы закончили эту школу здесь был нанесен масонский символ тема говорит о том что безусловно везде заговор давайте сейчас снимем вот эту школу так и кому интересно двор да тут все таки съемка у меня более наверное удачнее чем так которая была а вот ну я не вот там у нас все таки машины тех кто работает в столовой а может быть самого Кузьмича хотя я не знаю какую у него машину сейчас Кузьмич это директор школы Александр Моисеенко Кузьмич ну и на этом вроде бы все но я не могу не воспользоваться моментами не прогуляться еще кое куда да кое куда к одному так сказать знакомому еще так пока иду расскажу еще парочку историй значит вон там дальше за домом за этом значит был ну и сейчас есть гаражи и вот друг мой повел туда меня и первый раз увидели гандон сразу предупреждаю он не гей я не гей но просто просто первый раз реально в живую увидели гандон также я помню сейчас мы сейчас мы пройдем вот там когда это самое за детской площадке вон были две горки они сейчас есть но просто их прикрыли за этой металлической за этой вот площадкой спортивной они в общем мы на них любили кататься любили забирать на эти на эти горки и рассказывать друг другу разные приличные и не очень истории да так оно и было ух трава уже пробивается как я любил шутить над ним над моим другом аду скручу сейчас самокрутку а я хочу убрать что что нет осталось осталось остался вон а ее разломали разломали получается да что ли да вон там за кучей мусора если хорошо поглядеться что была как раз ну как бы горка получается металлическая вот любили кататься а сейчас ее разломали сломали поставили забор ограждение все неудобно вот еще ракурс школы в общем сел как всегда в нашей стране что касается честь роде я никак не могу этот лозунг вспомнить который висел ну как висел на казами в кадетах в казами у кадетов на стене честь никому но в общем насчет чести никому честь давно уже все все всем продали безусловно я сам работаю на цру привет майклу макфову хихихих хихихихих хихихихих ну есть конечно исключения понятно там но как правило было к сожалению так уходит жизни что лучше жить там да оушен оушен вспоминая уроки английского языка чем здесь увы это данность не только за уши в свиталии тоже ничего но это мы отвлеклись мы отвлеклись мы идем конечно же снимать хату одного человека его там уже наверное нет он уже переехал давным-давно но тем не менее будем его хату снимать вот он кстати говоря проходил через этот детский сад и когда он заходил в этот детский сад я думал что он живет там в этом детском саду он был маленького роста поэтому это вполне можно было подумать но нет но нет он живел жил не в этом детском саду а рядом с детским садиком да да вот сейчас мы можем тихаря тайком понаблюдать нет лучше все таки все таки лучше вот такие видео вот вот оба внимание окно открыто уж не знаю значит ли это значит ли это что они дома клыгины или или наоборот но если окно открыто сказать его дома но не знаю Виталька дома или нет и вообще входит такая информация что он уехал причем я вбил в Яндексе клыгин фамилия в картах в Яндексе и у меня высвечивался какой-то магазин в Уфе может быть он туда свалил безусловно ну и тут шлагбаум так 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 сейчас уже из программы школы номер 170 2018 плавно шпионский трейлер у нас видос перетекает вот тут вот мы да не только мы садились на лавочку хе-хе-хе обсуждали о том о сем но что интересно ждал я его в основном не здесь я его ждал вон вон там он около остановки а остановка около остановки желаю смотри вторая так вот ой где вот наверное если я ничего не попутал то могу попутать действительно а вот это его подъезд этот его подъезд хе-хе-хе-хе-хе... и сейчас мы прочитаем сейчас мы прочитаем что что там написано да вот восемьдесят первых он прочитаем и те интересного тут я признаюсь любил чо нибудь по написать и поток славный виталий клыгин жил или живет но это все в детстве было а сейчас ничего интересного там нет ну чтож на этом все хотят не все нет не все хочу в полчаса уложиться так что давайте дальше пойдем собственно говоря выйдем на эту остановку вот я помню мы тут с ним расставались да не то что я планирую записать можно не получилось конечно же прекрасно даю себе в этом отчет но что получилось то же то же получилось вот чуть дальше если пройдем желаю ну не знаю как сейчас живет бабушка одного из моих одноклассников скажем так чтобы не отписывался ну не знаю сейчас может быть умерла может быть нет ну в общем в том второй дом что ли слева вон дальше если идти ну почему почему мы некоторые места действительно не идем но время ограничено тут еще надо сказать что что нас водили в парк победу он внизу находился как-нибудь я выдумал парк победы снять на 9 мая когда там будет ну будет ожидается какой нибудь там концерт посвященный дню победы что нибудь в этом роде будут какие то выступления ну если если не просплю конечно занят не буду да 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 на эти кстати говоря любили любили некоторые на эти гаражи залазить да вон по той по той раковине раковине это уже а ну там еще внизу около парка победы да да к аврору туда часто нас вводили чтобы спектакли лицезреть и даже есть одна история ну вот представьте что например вот в этом вот доме вместо этой самой ограды было такое пустое помещение не знаю это было чем связано и мы туда прятались а учителяшки сзади таким образом мы туда спрятались под этот дом ну не под этот дом но я на примере этого дома показываю и так учителя не видели и мы прогуливали неинтересные нам спектакли да даже не занятия занятия в основном были интересные кроме этого хи 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 кроме у Александра ну некоторые были неинтересные но прогуливать все равно мне не хотелось вплоть до 11 класса что там у нас еще по времени о еще три минутки три минутки я успею выйти на на аврору на улицу аврора вот тут я помню тоже вот заставляли вот сюда вот мусор нас вывозить выносить выносить не вывозить выносить на субботники а еще я помню там где я снимал где про кроссовки помните не знаю вошло не вошло это кроссовки которые висят на ниточке а а там я помню директор камаз аж пригнал и мы туда должны были все деревья ну попилки деревья под 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 таскивать таскать таскать конечно же язык уже забалтывается а вот это вот детский сайт рядом со школой вот собственно говоря сама школа ее вот видно зумом балуюсь я балуюсь так что не обессудьте вот как интересно вон меха есть а вот только этот дом в этот дом его фасад под покрасить вверх тем что тут я насколько понимаю проходит одна из этих самых маршрутов связанных с чемпионатом мира по футболу 2018 и сейчас вы узреете сейчас вы увидите то чего почему многие кто здесь живет конечно же видели и конечно же сами 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 узрели узрели вот снесли все торговые палатки туда аж вплоть до пересечения энтузиастов то есть тут раньше были торговые палатки с одежды с продуктами питания а теперь нет теперь все чисто гладко в общем город готовится к чемпионату мира и я вот помню как я вот шел от этой остановки когда на 45 садился и вот так вот шел шел заворачивал туда и направлялся в школу в школу которую вот сейчас вы видите с характерным тупиком а тут я помню меня часто снежками закидывали так я сейчас отойду ну что ж на этом все с вами был Джинс Кривошеев увидимся пока пока